Синяя свита на выбор отшита. Белорусская народная сказка. Жил да был царь, который считался большим волшебником. Однажды разослал он по всему царству глашатаев. «Слушайте, люди!» – кричали глашатые. «Кто сумеет от царя спрятаться, тот получит полцарства». Нашелся среди народа такой охотник. По прозванию Синяя свита на выбор отшита. Пришел он во дворец. «Я, – говорит он царю, – могу так спрятаться, что ты меня никогда не найдешь». «Хорошо, – говорит царь, – коли спрячешься полцарства тебе. А если нет, – голова с плеч. Согласен?» «Согласен. Тогда распишись». «Расписался Синяя свита на выбор отшита и давай прятаться. Перед царем стоял добрым молодцем. По двору побежал черным соболем, По дворота лес белым горностаем, А по полю полетел серым зайцем. Бежал он, бежал и убежал за тридевять земель в тридевятое царство. А в том царстве был большой-пребольшой луг. Прибежал заяц на тот луг и обернулся тремя равноцветными цветиками. Никого не послал царь вслед за Синей свитой поглядеть, куда тут спрятался. На другой день поднялся царь, вынул из сундука свою волшебную книгу, Раскрыл ее и говорит. «Передо мной стоял добрым молодцем, По двору бежал черным соболем, По дворота лес белым горностаем, По полю летел серым зайцем, Убежал за тридевять земель в тридевятое царство. Там на большом-пребольшом лугу Обернулся он тремя маленькими цветиками. Кликнул царь своих слуг и приказал им. «Вступайте в тридевятое царство, Да принесите мне с большого луга Три цветика разноцветных». Сели царские слуги на коней И помчались в тридевятое царство. Прискакали на большой луг, Сорвали цветики, завернули в платочек И воротились обратно к царю. Царь развернул платочек, И вмиг перед ним предстал добрый молодец. «Ну что, синяя свита, Спрятался ты от меня?» Спросил царь. «Первый раз не смог. Дозволь мне, царь, Еще разок попытаться». «Ладно», – дозволил царь. В синяя свита на выворотшито Перед царем стоял добрым молодцем. По двору побежал черным соболем, Под ворота лес белым горностаем, По полю летел серым зайцем. Только уши торчат. Бежал он, бежал и прибежал За тридевять земель в тридесятое царство. Остановился там на берегу мшистого озера. Сверху мох, а под ним вода. Нырнул он в озеро и обернулся рыбой окунем. Добрался до самого дна и затаился там. Утром поднялся царь, Достал свою волшебную книгу и говорит. «Так, передо мной стоял добрым молодцем, Под вору бежал черным соболем, Под ворота лес белым горностаем, По полю бежал серым зайцем, Только уши одни торчали. Забежал он в тридесятое царство, Обернулся рыбой окунем И спрятался в амшистом озере». Крикнул царь своих слуг и приказал им. «Вступайте в тридесятое царство, Очистите мшистое озеро от мха И поймайте там окуня». Так слуги и сделали. Добрались до тридесятого царства, Отыскали озеро, Очистили его от амха, Забросили невод в глубокие воды И поймали рыбу окуня, Завернули его в платочек И перевнесли к царю. «Ну что, синяя свита на выворот шита, Спрятался ты от меня во второй раз?» Смеется царь. А синяя свита сделался опять человеком И говорит, «Ну дозволь, государь, Спрятаться еще раз». Царь был в хорошем расположении духа, Махнул рукой и сказал, «Ладно, дозволяю». Синяя свита стоял перед царем добрым молодцем, Снова по двору пробежал черным соболем И под ворота пролез белым горностаем, До пополю пробежал серым зайцем. Забежал он в тридесятое царство, Где стоял такой старый дуб, Что корнями в землю врос, А вершиной в небо уперся. Взобрался на дуб, Обернулся иголкой, Укрылся под корой И затаился там. В это время, Откуда ни возьмись, Прилетела к дубу птица-ногай. Нюху мучуяло, Что под корой человек спрятался. «Кто здесь?» Спрашивает птица-ногай. «Я?» Синяя свита на выворот шито. «А что ты сюда забрался?» «Да я прячусь». «От кого?» «От царя-волшебника». Взялся я от него прятаться, Два раза он меня уже нашел. Коли в третий раз найдет, Голову мне отрубит. «Я тебе, молодец, помогу», Говорит птица-ногай. «Помоги, добрая птица, Век благодарен буду». Обратила его птица-ногай В крохотную блоху, Взяла под крыло И полетела во дворец. Влетела она в открытое окошко Царской спальни И положила блоху Спящему царю за пазуху. Чуть свет поднялся царь, Умылся, Раскрыл волшебную книгу и говорит «Так, передо мной стоял Добрым молодцем, Под врубежал черным соволем, Под ворота лез белым корностаем, По полю пробежал серым зайцем, Забежал в тридесятое царство, Там высокий дуб, Что корнями в землю врос, А вершиной в небо уперся. Забрался он на тот дуб, Обернулся иголкой И воткнулся в кору Самые верхние ветки». Кликнул царь своих слуг И сказал им «Вступайте, мои верные слуги, В тридесятое царство, Спилите дуб и сожгите. В зале вы найдете иголку, Той иголку мне и принесите». Так слуги и сделали. Нашли дуб, спилили, Порубили на дрова, сожгли, Но никакой иголки в зале не отыскали. Приходят они, понурившись, К царю и говорят «Не нашли мы иголки, Нет синей свиты». «Как так нет?» Удивился царь. «Не может того быть». «Вот нет и все», Говорят слуги. Высунулся царь в окошко, Начал звать. «Эй, синяя свита на выворотшита, Приказываю тебе явиться». Облоха под царской бородой Отвечает тоненьким голоском. «Собери всех своих генералов, Тогда и явлюсь». Слышит царь голос «Синей свиты». «Откуда?» «Не знает, откуда он идет». Стал он озираться по сторонам. Крутился, крутился, Всюду заглядывал, Нигде не увидел синей свиты. Снова выглянул царь в окошко И закричал. «Ну, синяя свита, покажись». «Не покажусь», Слышит он голос синей свиты. «Собери своих генералов И отпиши при них мне полцарства. Вот тогда покажусь. А то обманешь, знаю я тебя». Делать нечего. Собрал царь своих генералов И написал при них царский указ о том, Что отдает синей свите полцарства. «И печать поставь!» Раздался голос синей свиты. Как только царь поставил на указе Царскую печать, Выскочила маленькая блоха И обернулась добрым молодцем. «А вот и я!» Сказал синяя свита на выворотшито. Взял он указ, Спрятал в карман и пошел. С тех пор перестал царь Играть в прятки Со своими подданными. Маяк истории. Луч с берега знаний.